Снова я поднял глаза мои и увидел вот муж, у которого в руке землемерная верь. Спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерит Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И это слово есть в откровении тоже. Бог дал в руки, верив, чтобы измерить Иерусалим. А это я читаю Захария 2 глава. Почему я сегодня решила читать Захария 2 глава? И 2 глава, и следующую главу я хочу найти местописание, где рассказывается о том, что в руках у женщины был Блаев, который имеет размеры 30 на 30 сантиметров, я так понимаю, куб. 30, 30 на 30 или 40, 40, 40. Я когда-то смотрела, какой размер имеет Эпа. Сегодня я буду говорить о пяти снах Самиры. Самира это женщина с Баку, которая является проповедником сейчас на ютубе. Она видит пророческие сны, которые сбываются. И как многие христиане, она ждала пришествия Иисуса Христа, оказывается, 20 сентября 2022 года. Пришествие они называли Вознесением даже так. Ну, понятное дело, люди немножечко поражены страхом из-за ковида. Они не хотят так умирать. Они не хотят так страдать. Они не хотят мучения умирать. Ну, а ковид она не называет, потому что у нас уже из-за этого блокируется видео. Не знаю, как мое будет блокироваться, не будет оно блокироваться. Но она много говорит о манипуляциях, именно сознанию, тем, что власть, ну я просто тоже не буду говорить этих слов, использует для того, чтобы заставлять людей кое-что принимать. Я сейчас приму хлеб и вино. Вот это я советую делать всем, кто любит вечность, кто любит Бога. Сегодня мы поговорим о метке зверя, потому что у этой Самеры было именно так названо видео, в котором она рассказывает о пяти снах. Иисус идет, метка зверя уже нанесена. Мои сны и откровение от Господа, восхищение невесты. Я третий раз смотрела видео. Бог мне повел, не досмотрел до конца третий раз посмотреть Захаре. Ну и я начала говорить. Принимая хлеб и вино, как я обычно делаю благословение, чтобы утверждаться в истине и уповая на Бога, что Он нам покажет, что же зашифровано в пяти снах Самеры. Потому что все мы ищем исти. Бог спрятался, поэтому Он нам дает сна и видение, которое мы зашифровали. Я верю, что Бог благословит меня на это познание. Девушка это благословенная Богом, потому что она в посту получила открытие. А я о чем говорю? Если кто-то ищет от Бога или его видение, нужно обязательно становиться в пост. Это очень важно. Люди уже в возрасте, конечно, не могут поститься. У нас уже организм так настроен, что нам сложно поститься. А молодые могут поститься. Если вы ведете за собой людей, то в посту получаете видение. Вот. Ну я сегодня еще слушала Файгена, который радовался, что третья мировая не началась. Из-за кризиса в Китае, я так считаю. Кризис в Тайване. Но дело в том, что Самира с Азербайджаном. И именно Файген говорит, что есть и единственное место, которое чревато последствиями и за которое якобы договорились. Абдеганом будет. Что можно на это место еще? Это как раз горный Карабах. Вот. А это девушка с Азербайджаном. И они 20 сентября 19 года уже прощались. Это как бы немножко эгоизм, конечно, что их Бог восхищает, забирает с этой ужасной земли, на которой столько страданий, столько горят. Мы сами виноваты в этих страданиях. Бог поругаем не бывает. Что человек посеял, тот пожал. Что люди человечество посеяло, то и пожинают. Не обманывайтесь, братья мои или пиздновяков. Бог поругаем не бывает. Что человек посеял, то и пожал. Если я где-то в своих проповедях посеял неправду, я и пожинаю. Вот. Ну, примем хлеб и вино для того, чтобы Бог показывал нам сны и расшифровывал их. Я не претендую на всю истину. Потому что у Бога из тела Христова, у Бога из Его Церкви, и мы единое тело. И мы должны помогать друг другу. Что я нахожу в этих снах? Я нахожу в этих снах уныние. Ну, об этом сказано, что будет уныние народу. Я в этих снах нахожу жизнь на земле. Так и да. Жизнь все равно, несмотря на свои проблемы, она сложна. Но она прекрасна. Проблемы есть в мире. Потому что жизнь сложна. Поэтому есть проблемы. Например, меня не отпустили. Несколько дней просила дать, чтобы посетить своей племяннице в Германии, где она поступила учиться. Но меня не отпустили с работы. Почему? Потому что меня не кем заменить. Просто вот реально человек, который делает какие-то сложные какие-то манипуляции на своей работе, свои движения, тот сложно заменяем. Вот слово манипуляция звучит у Самири. Она молилась Богу и взывала, открой мне, что происходит с людьми, которые прошли манипуляцию. Ну, манипуляция, имея в виду какие-то движения. Я, может, неправильный в смысле использовала слово. Но тут имеется в виду манипуляция, что мы якобы сделали... Вы знаете, о чем я говорю? Я поехала за границу. И меня никто документы не проверял. А я не делала. Я переболела. Я не принимала. Вот. Но и живу, слава Богу. И не используем мы защиту на работе уже после начала войны. Вот. Поэтому так все сложно. Поэтому во многих моментах нужно быть просвещенным. Понимаете? То есть я понимаю, если человек задыхается в маске, то мало пользы от этого. Потому что мы сами боимся болезни, в которой мы задыхаемся. Потому что она нас унитает. Задыхаемся и погибает клетки мозга. И это мешает нашему организму. Конечно. Безусловно. Метка зверя. О чем говорит Бог? Метка зверя. Метка зверя нанесена на людей, которые не ищут Бога. Поэтому я прошу ищите. Молитесь. Бывает они у меня. То есть те, кто не будешь, те получают метку зверя. Самир утверждает. Я буквально недавнее видео. Свежайшее видео. Месяц назад написано. 5 июля последний сон у него был. Что метка зверя уже нанесена. Она представляет себя как пророк, который постился и получил такое видео. Первый сон у неё о том. 10 мая она получила этот сон. 2022 года. Вот. Вот и она утверждает, что метка зверя уже нанесена. Она говорит, опираясь на Духа Святого, который дал четкие, ясные откровения через сны и видения. Первый сон находится на улице. Она уже темно. Она видит какой-то аппарат, рисующий полоски вне. И они были отчетливо белые. Она подумала, как же нагло они рисуют эти полоски. Кто-то нагло рисует эти полоски. Ну, есть такое у них неправильное отношение к нашим современным технологиям. Может это неудобно. Может это и неправильно действительно. Вот. Может это неудобно. Ну, билет у тебя электронный. Садишься и ты в поезд. Приходит к тебе водитель. Наводит свой смартфон на твой смартфон. Фиксирует твой телефон. Все открывается с информацией. Так передается информация. У христиан это считается какая-то метка зверя. Я не знаю. Ну, может кому-то это неудобно. Кому-то удобно. Кому-то уставили билеты в руках. Но женщина не распечатала билеты. Загрузила программу. Села в автобус. То есть, по сути, современные технологии это удобно. Неудобно это когда людей эксплуатируют. Когда люди не восстанавливаются. Когда у людей нет нормального отдыха. А жизнь, она такая. Жизнь сложная. У меня две недели отпуска. И я очень сложно возвращалась назад, потому что билеты нужно было брать срочно. И я брала билет, какой уже остался. Потому что, если себе представить, что с Варшавы ехала задом наперёд, спиной. Это было очень сложно. Ноги очень сильно текли. Поэтому я утверждаю, что нужно перестраивать всё производство организации труда так, чтобы люди отдыхали. Чтобы они могли наслаждаться жизнью. А не уставшие вновь выходить на работу. Согласитесь. Отпуск должен быть реальным, полноценным. Особенно после тяжелой физической и эмоциональной работы. Видите-ка, сны расшифровываем. А я говорю о вечности на Земле. Конечно, нам нужно устанавливать вечность на Земле. Да. Значит, и она видит этот аппарат, который ударился об дерево и падает. Да. Подошла посмотреть. Там внутри находится... Она показывает банковскую карточку. Это чип или как он там находится внутри этой карточки. Вот такой вот сон. Аппарат рисовал полоски на небе. Вот. Чёткие. Вот. И этот аппарат разбился об дерево. Внутри его находилась какая-то... Какой-то как бы чип на банковской карточке. Не вижу я ответа на вопрос. Что это значит? 15 мая. Следующий. Нахожусь на высоком этаже. На открытом воздухе. И в этом кафе справа от меня папа. Её папа. И она понимает, что это Отец Небесный. Она говорит, мой Отец Небесный потом исправляется. Наш Небесный Отец Бог. Правильно. Правильно, говорит. В каком-то видео она сказала Бог Иисус Христос. Я утверждаю, что это ошибка. Нужно внимательно читать послание, чтобы видеть, как формулируется, кто Бог Отец, кто Сын и что говорится о Духе Сын. Я уже об этом говорила, в предыдущих видео. Смотрит на небо. А небо как экран. Цвета там были разные, но не яркие, а тусковатые. Вот это её постоянные, да? Она видит аппарат, который рисует эти линии. Прямые линии. Ну, она будет вертикально-бризонтально. Наверное, нельзя говорить так. Правильно я сказала слово перпендикулярно. Получается, они все горизонтальны, но перпендикулярны. Вертикально это такие линии. А если на небе, то они все горизонтальны, перпендикулярны друг другу. Вот. Папа. Говорит она, посмотри, это же как тетрадь в клетку. Смотрю экран. То ли телефона, то ли планшета. И на нём не вижу, как реклама женщины с прямыми жопными волосами. На руках держит куб. Тридцать на сорок. Вот это вот Ефа, которая описана Захария. Мне сразу эта ассоциация произошла с этой Ефой. Которую женщина держит в руках. И там находится как бы само нечестие, говорится. Вот. И вот она слышит такой закадровый голос, который говорит, голливудская актриса. Кэ. Только она запомнила это слово кэ. И потом она загуглила. А слово масон ещё звучало. Вот этот разноцветный куб тоже с тусклыми разными цветами. И она смотрит, что есть такой гиперкуб, которым играет актриса Кэрри. Вот фамилия она тоже языком, наверное, смотрела. Она посмотрела только триллер этого фильма и поняла, что волшебство. То есть волшебство происходит манипуляция, колдовство. Это переводится как волшебство. И вспоминает откровение 18-го года 20-30 стих. Волшебством введены в заблуждение все народы земли. И вот она говорит волшебство. Это с греческого называется фармакея. И намекает на то, от чего мы страдаем сейчас. Фармакея. Говорит она образами, да. Чётко не произносит все мысли. Но я за ней тоже так же сама. Единственное, что я хочу сказать, это значит у неё сон был 10-го. Потом второй сон был 15-го мая. Теперь получается сон, да. На следующий день после моего дня рождения. И следующий третий сон 1-го июля. Очень чёткий сон. Вот. Находится в помещении. Там ребёнок лет 7-ми. И чёткий сон. Вот. И он положил перед ней жёлтый твёрдый сыр на части. Кусочки. Как торт. Один кусочек на вилочке дал ей. И она его откусила. Она хочет посмотреть, ну что за вкус. Узнать, что это за сыр. И видит, что на самом деле ничего нету. А мелких в руках нету. А вкус был чёткий. И она понимает, что всего этого не было. Знакомый этот мальчик Михаэль. Тут находится его отец Эмиль. Вот. Её знакомый этот Эмиль, его сын. Вот как это возможно? И этот Эмиль говорит. И да, у нас в изображении уже есть такие технологии. Но у меня есть по этому поводу. Я пока помолчу. И она видит мальчика взрослым уже, кстати. Это уже информация важная. Во-первых, признак того, что жизнь не изменит. Вот они уже спешат куда-то улететь. Я их благословляю всех, кто ждал Иисуса Христа и Его Вознесение вместе с Ним. Было сказано, что что вы смотрите на Него, ангелы говорили, все Иисус придёт так же, как вы его видели. То есть Он придёт в теле. Он придёт в теле и, ну если мы знаем, то вознесённый в теле, мы там где-то погибнем. Вот. В плотных слоях атмосферы. То есть Вознесение невозможное. Куда? Куда вознеситься? Вот. За ту планетку, которая называется Глория. За Солнышком. Каким путём мы будем возноситься? Может ещё мимо Солнца пролетим? Чтоб короче было. То есть реально жизнь на Земле. Последнее воплощение. Читаем Коран. Я благодарю Бога за мою племяшку. В Германии ходит церковь. И там мы как бы немножко поспорим. Она говорила, что Антихрист придёт от мусульман. Я говорю, неправду ты говоришь. Неправильно. В Коране очень много говорится. И об Иисусе тоже. И она мне звонит. Говорит. Была у нас проповедь. Мы говорили, как говорили с мусульманами. Там действительно Иисус называется Мессией. Приняла она. Слава Богу за эту информацию. Ну, я уже слышала, как христиане умеют говорить с мусульманами, как они по Корану говорят. Это слава Божия. Это единство. Аминь. Вот. И этот, значит, возвращаемся к нам с Амиры. Я благодарю Бога за неё. И она видит мальчика взрослым. И видит своего сына, который играет в какие-то игры на телефоне. И там реальные люди. В игре на телефоне реальные люди. Ну, вот недавно смотрела, как мой племянник играет в игру на телефоне на экране телевизора. Там действительно уже рисунки очень такие чёткие. Достигли технологии. Да. Ну и она проводит имя Михаэль Архангел. Вот. Эль. Я уже говорила, что это Бог. Эль. Сын Бога Михаэль. Да. И сон никому. Она этот не рассказывала. Последний сон она никому не рассказывала. И вот она пишет это видео. Буквально недавно. Вечером предложил... Ей Ютуб выдал видео. Цифровой двойник. Как Бог говорит. Мне тоже Бог иногда даёт через Ютуб какое-то видео, которое мне надо на данный момент. И она просто получила зрение. Там рассказывают, как в интернет облаке прошит цифровой двойник. То есть люди, находясь в этой действительности, выпадают в некую другую реальность. И ощущают те вкусы, которые может предложить этот цифровой двойник. Ну, я не знаю этих подробностей. Мне это может даже не интересно. Я бы хотела, чтобы на земле была правда. Чтобы люди питались от реальной пищи. Справедливо распределяли благо. Как Бог хочет. А не питались какими-то облаками цифровой реальности. Или цифровой двойником в облаке. В Храме Божьем. Она цитирует важное местоописание. Второй офисал Веникисов. Вторая глава 4 стих. В Храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бог. Это действительно правда. Поэтому мой оппонент, который называет себя Богом, признайтесь, что человек не может называть себя Богом. Читайте второе офисал Веникисова. Это для вас предупреждение. 5 июля. Ещё один сон. Очень важный. Я считаю. Идет некая личность из толпы. Вокруг темно я вижу от шеи и ниже. Головы не вижу. На этой личности темная, грязного бордового цвета кофточка. И написано АИД. АИД написано этой кофточке. В одном из переводов Библии так отмечается как слово смерть. И ну она, конечно, я знала это. Она за гугли, я тоже нашла, что АИД это Бог, царство мёртвое. Смерть, бездна, Бог бездны. Так она расшифровывает это слово. Кофточке. И вот этот сон, я считаю, очень важный. Мне Бог много показал. Это откровение о грядущем царе. Потому что грядущий царь должен умирать для следующего человечества. И он как бы... Аполеон написано в откровении. Аполеон или по-гречески... Как там? Ещё одно слово в откровении есть, да? Два имени. Это всё об одном. То есть грядущий царь это приготовленный Богом человек, который будет умирать за следующее человечество, чтобы люди все могли жить. То есть те, которые погибают в этой жизни, которые выбирают по какой-то причине смерть. Кстати, верующие люди не должны выбрать смерть. Верующие люди не должны проповедовать жизнь на земле. Поэтому очень много работы. Даже те люди, которые очень много посвящают время Богу, молятся, они ещё сами живут манипуляцией, не понимая, что жизнь на земле. Несмотря на то, что война. Будем верить в воскрешение мёртвых. Когда святилище очистится. Ждём на священии. Потому что души плачут. Находясь у жертвенника, души плачут. И говорят, Боже, когда ты будешь судить тех, кто убили, когда ты будешь судить? Мы уплываем на Бога. И пятый сон. Сразу после этого идёт, сразу не пятый сон. Тут уже ночь, так понимаю. Пятого июля. Вот. Сразу после этого нахожусь на балконе. Высокое здание. Я нахожусь на последнем этаже. На балконе. Рядом соседний балкон. На нём крыша. На крыше две девушки. У одной такие длинные красивые локоны. Другая по старше возраста. С крыши выходит белая труба. И они на этой трубе в определённой позе стоят, как будто танцуют. В позе прыжка. Одна другой показывает, как правильно руки вытянуть в этом танце. И они с крыши собираются на балкон прыгнуть. Ну это же достаточно высоко, думает эта самера, которая находится на стене балкона, прижалась, ничего не может сказать, прижалась к стенке, наблюдает за этим всем. От них упало что-то горящие. То есть дымящееся. Упало на пол балкона. Это не окурок. Она видит, что это головка какого-то игрушечного зверька. Медведик. Мишка, она нарисовала даже эту игрушку такого размера, двумя ушками. Но она вся обгоревшая. Клеит, я так понимаю. Да. И они уже прыгнули на балкон. Вот она смотрит, она присматривается к этому горящему зверьку, а эти женщины уже прыгнули на балкон. Они увлечены этим танцем, что даже не замечает окружение. Вот. Очень важно. Бог нам дал дары. Не сразу расшифровка, сразу же. Бог нам дал дары. Мы увлечены этими дарами. Мы должны запомнить, что мы увлечены этими дарами. Захария. И вышел ангел Гавриша со мной и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит Эфа. И сказал, это образ их по всей земле. По всей земле. И вот кусок свинца поднялся. И там сидела одна женщина посреди Эфы. И сказал он, эта женщина о самой нечестии. И бросил ее в середину Эфы. И на отверстие ей бросил свинцовый кусок. Я не понимаю, что здесь написано. Потому что как-то она сидела посреди Эфы. Но Эфа размером 30 на 30, 40 на 40. То есть это какой-то образ. Это все-таки идет речь. Видно о чем, конечно же, телевидении. Ну 30 на 30 приблизительно мы знаем, что это наши ноутбуки. Ну приблизительно, конечно, у нас не квадратные ноутбуки. Вот. Ну если он разложен и так дорисовать, то это как раз приблизительно Эфа. Допустим. И кто может сидеть в середине Эфы? Вот все наблюдают, да? И сказал он, эта женщина о самой нечестии бросила в середину Эфы. И на отверстие бросила свинцовый кусок. Вот. То есть у нас очень много предложений в Ютубе, да? И многие говорят, называют себя грядущими царями. Где правда? Вот Бог и говорит, ищите. Ну нельзя увлечься. Нельзя увлекаться. И нельзя говорить по слову, не молясь. То есть и жертвуя Богу. Нужно. Вот эти вот христиане, слава Богу за Самиру, за её подружи, которые ждут. Вот они не разочаровались. У всех было откровение, что 20 сентября 2020 года у них будет восхищение. Но этого не состоялось. То есть подтверждение того, что жизнь на земле продолжается, да? Вечность на земле. То есть какое-то пророчество и всё равно продолжение идёт жизни. Несмотря на войну. Несмотря на опасность. Я верю, что мы будем благословлять свой народ, своих правителей, которые выстоят в испытания. И мы выдержим всё. Пойдём до конца. И начнём жить правильно. Работы очень много. Защищать даже тот же невинно страдающий рабочий класс. Работы, которые можно раздавать другим. Так мы тяжело работаем. А когда нужно уехать, отдохнуть полноценно. Сколько человек нужно для отдыха? Не неделю, да? И 33 или там 28 часов на дорогу. Извините. Как я отдохнула? Два с половиной дня побыла. Вот. То есть получается, что настолько сложная жизнь, настолько она несправедлива. Настолько несправедлива, что одни наслаждаются ею, а другие тяжело работают. Даже те же христиане, они ждут вознесения причины, потому что им приходится много молиться. Я знаю, как приходится молиться христианам. За себя, за твой брат, и не за одного. Чтоб быстрее. Я благословляю всех христиан, которые не номинальные, а горячие. Я благословляю Самир и друзей. И я благодарю Бога за них. Потому что благодаря молитвам мы живем дальше. Не только те, кто молится, а те, которые рядом тоже. Потому что мы даже подсознательно, мы не понимаем и теряем энергии. Люди, которые не молятся, они забирают нас энергию. И они не спрашивают у нас. Такова жизнь сложная и несправедлива. На них нету ни парашюта. Она смотрит на тех женщин, которые танцуют и уже прыгнули на балкон. И вот они открыли, как калитку там, но это не калитка, какое-то отверстие в балконе. Вот они уже сами его открывают. Вот они умные, грамотные. Все знаем. Вся информация у нас. У нас все расшифровано. А у вас есть жертва для Бога. Ежедневная жертва. Мерзное запустение это как раз то, когда прекращается ежедневная жертва. Кто перестал молиться у того мерзное запустение. Кто перестал искать Бога, поклоняться Ему. Взывать к Нему. Вопрошать. Бодственность. На них нету ни парашюта, никакой безопасности. Вот парашют и безопасность это и есть как раз молитва. А эти люди восхищены своими талантами. Раздают людям такие успешные, неуспешные, как получается. Но неужели они прыгнут, думают во сне. Самера. Продолжая парить, танцевать. Они открывают. Да. Они спрыгивают, извините. Спрыгивают с этого балкона вниз. Эта самера говорит, что она еще сильнее прижалась к стене и только услышала звуки. И стучит по рукам. Два раза стукнула она у себя по стенке где-то. И такой звук звучит. Она говорит, вот такой звук происходит, как будто удар за ударом об землю. Разбились люди, которые очень красиво выглядят. Эффектные. Но они не понимают, где они находятся. Это образы у нас для всех. Люди живут, наслаждаются жизнью, берут из жизни все, что могут. Но они не понимают, где они находятся. Мы находимся у Бога. И танцуя, думая, что ты на сцене, а ты оказываешься на балконе. Ты куда-то идешь, а внизу пропасть. Внизу ад. Это очень важное предупреждение для человечества, считаю. Я благословляю всех, кто ищет Бога, кто собирается искать Бога. Вот. Вы живете на балконе и, прыгая, вы разрушаете свою жизнь. Кто не знает Бога. Ищем ответы на вопросы. Информация важная. Передавайте. Будьте благословим. Продолжение следует.